Всем привет! В период новогодних праздников принесли в ремонт вот такой ноутбук это Forgood Lite FM500 с проблемой не включается. При нажатии на кнопку включения на секунду загорается индикатор включения и все. При подключении зарядного, если надавить на штыкер, то загорается индикатор зарядки и ноутбук включается. Я сперва решил что проблема с гнездом зарядки, но перед тем как разбирать ноутбук решил проверить его блок питания. Как оказалось на выходе блока питания нет напряжения, но если надавить на штекер, то напряжение появляется. И да, это блок питания от ноутбука всего на 5 вольт и ток 2.5 ампера. При более детальном осмотре разглядел, что сам штекер расшатан. Так как сейчас праздники, ноутбук нужен срочно. Заказывать штекер и ждать месяц, что было бы правильнее, не вариант. Поэтому будем его восстанавливать. Для начала нужно нанести насечку на штекер, чтобы знать на какое расстояние он должен торчать из своего корпуса. Делать пометку маркером не вариант, так как в процессе работы он сотрется. Теперь разрезаем корпус штекера. Продолжение следует... Видим, что красный провод вырван под корень и припаять его некуда. Проверяем напряжение на проводе уже без штекера. Все отлично. Отпаиваем черный провод. Температура паяльника 270 градусов, чтобы не испортить пластик в штекере. Теперь мне нужно срезать лишний пластик, чтобы дальше разобрать штекер. Вот что получилось. Теперь выдавливаем. Нужно добраться до плюсового вывода. Поэтому срезаю еще часть пластика. Вот он, наконец-то. Но сперва нужно проверить, что это то, что нужно. Контакты звонятся, можем продолжать. Припаивать к этому контакту сам провод не вариант, так как провод слишком толстый. Тоненький проводок тоже не вариант, так как нужно обеспечить немалый ток. Идеально подойдет что-то подобное. Это ножка от 3-х ваттного резистора. Заложиваем место пайки и припаиваем ножку. Стараемся не перегреть пластик. Вот так должно получиться. Но появилась проблема. Так как шарик припоя получился довольно крупный, при сборке штекера теперь плюсовой вывод замыкает на минус. При помощи надфиля снимаем лишний металл. Получилось вот так. Контакт изолируем термоусадкой. Если бы я не убрал лишнее надфилем, то штекер бы не собрался. И еще раз проверяем. Замыкания на минус нет. Обрыва тоже нет. Замыкания на минусе. Субтитры сделал DimaTorzok Основой для нового корпуса послужит фломастер или любая пластиковая трубка подходящего диаметра Заранее на провод надел тонкую термоусадку Обильно заливают провод термоклеем Для большей надежности можно было бы использовать, например, эпоксидную смолу Но если вдруг придется снова восстанавливать этот штекер, из-за эпоксидки будут проблемы при его разборке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клей остыл и вот что получилось Лишний клей пока не убираю Надеваю термоусадку и грею феном Пока термоусадка усаживается, термоклей снова нагреется и растечется в трубке, так как ему необходимо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После остывания лишнее срезаем, если нужно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но мне не нужно Штекер готов Корпус получился довольно крепкий ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Термовсадка создает такой эффект, чтобы провод сгибался под большим радиусом, во избежание его перелома Зазор между штекером и корпусом ноутбука получился чуть меньше миллиметра Теперь при подключении блока питания индикатор зарядку сразу же горит и ноутбук без проблем включается и заряжается Корпус штекера можно было сделать немного покороче для большего удобства, но что получилось, то получилось Пишите в комментариях, что думаете про такой способ восстановления штекеров Как бы и вы это делали и может что посоветуете, любая конструктивная критика принимается Надеюсь видео оказалось полезным, не забудьте его оценить Всех благодарю за просмотр, я с вами прощаюсь, до новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА